МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А МИЧ, который пытался сжечь троих коллег, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено. Преступление 28 июля прошлого года. Пьяный 48-летний мужчина находился на стройке на Кемеровской улице, а в бытовке неподалеку спали другие рабочие. Дверь была заперта изнутри. Обвиняемый поджег деревянный поддон возле вагончика, отошел и стал наблюдать. Строители проснулись от запаха гари, сумели выбраться. Следствие полагает, на поджог мужчину толкнула личная неприязнь к пострадавшим. Вину в совершении преступления мужчина не признал, утверждая, что не планировал совершать убийство. Уголовное дело в отношении него в настоящий время направлено в Первомайске районного суд города Омска для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Следователи после пожара в Тюкалинском районе начали проверку. Напомним, возгорание в частном доме в поселке Октябрьский. Во время тушения спасатели обнаружили тело хозяина – 38-летнего мужчины. Сумма ущерба устанавливается. Предварительной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. В Омске задержали грабителя-рецидивиста. Подробности рассказали в полиции. 40-летний мужчина был неоднократно судим за убийство, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. На этот раз Омича обвиняют в ограблении. С заявлением обратилась 58-летняя жительница Центрального округа. Задержанный забрался на ее участок, перескочив через забор. Пообщался с жертвой, стал уходить и попросил закрыть за ним дверь. Мужчина пропустил женщину вперед и напал со спины. У меня раз сюда вниз, на асфальт завалил, на меня сел руки вот так. Говорит, быстро сюда браслет. Я ничего не могу сказать, он сорвал. Кольцо снять не может, давай рвать кольцо. Потерпевшая рассказала, ранее грабитель жил по соседству вместе со своими родителями. Женщина помнит его еще маленьким, поэтому и не думала опасаться. На допросе задержанный признался. Был пьян. Похищенные украшения сдал в ломбард. Выручка – 17 тысяч рублей. Ущерб – 75 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А Мичу грозит до 7 лет лишения свободы. В Омске обнаружили 63 нелегальных мигранта. Полицейские проверили 950 объектов. В том числе жилые дома, транспорт, торговые точки. Цель рейда – выявить право нарушения. Например, нелегальное пересечение границы, незаконное трудоустройство, предоставление ложных данных. В результате возбуждено 63 административных и 8 уголовных дел. Стали известны подробности смертельной аварии в Муромцевском районе. Напомним, ДТП утром 14 февраля. Столкнулись с Тойота Камри и пассажирская «Газель». 38-летний водитель легковушки погиб на месте. У него остались две маленькие дочки. Одним из пострадавших оказался замминистра труда региона Сергей Добрых. Его и нескольких пассажиров маршрутки госпитализировали. Чиновник сообщил журналистам о переломе челюсти. Госавтоинспекция Омской области напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил дорожного движения в период непогоды. Выбирайте соответствующую дистанцию, боковой интервал, а также скоростной режим. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – это залог вашей безопасности. В Омске продолжает бушевать непогода. В ночь на 15 февраля резко похолодало. По региону до минус 36 градусов. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Город сковали 10-ти бальные пробки. Сильнее всего движение затруднено в центре. На улицах Гагарина, Ленина, Интернациональная, Красный Путь и на проспекте Маркса. Напомним, 14 февраля по области прошел мощный снегопад. Во дворе-то у нас чистят на остановках общественных, безобразные дороги. А где вы живете? Я в Амурском поселке живу. Я в Сталинке живу, у нас на самом деле к ней очень трудно пробраться. Шли там возле ЖД вокзала, чистят, убирают снег. Есть, где не убрано, есть, где убрано. Во дворах вообще не чистят. Я сейчас шла, там дорожка асфальтовая, и там где-то должна быть ямка. И снегу навалено, ничего не чистят. Я являюсь автомобилистом и крайне недовольна уборкой снега на дорогах. И считаю, что очень плохо в этом году убирают снег с дороги. Снега больше убирают, успевают меньше, ну как бы очевидно. Ну, мы живем там в сторону частного сектора, там такие отвалы, ну мы через верх лазим. Мне жалко пенсионеров. Дорожники продолжают работу в усиленном режиме. И если раньше бригады трудились преимущественно ночью, то сейчас не менее активно днем. На улицах и привлеченные специалисты, и новая техника. Всего около 300 единиц. Вручную очищают город от снега свыше 220 человек. Дорожно-эксплуатационные участки вышли на выполнение работ по прометанию, по обработке противогололюдных материалов на проезжей части. Также выполнение работ по прометанию, очистке пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта. Преимущественно работы продолжаем и в дневное время. По прогнозам синоптиков, в ночь на 16 февраля в Омской области похолодает до минус 33 градусов. В пятницу днем температура минус 20, минус 25. Порывистого ветра и осадков не ожидается. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. С таким заявлением выступил замдиректора департамента городского хозяйства Владимир Сыркин перед депутатами горсовета. Прошло заседание комитета по ЖКХ. Членов парламента смутило фразы о штатном режиме, учитывая крупные аварии на ТЭЦ и постоянные порывы. В докладе говорится, отопительный сезон проходит в штатном режиме. Я понимаю, что Омск РТС и ТГК-11 коммерческие структуры, но ведь ДГХ должен контролировать процесс. Сейчас вы говорите, что зима проходит в штатном режиме. То есть, если следующей зимой что-то произойдет на ТЭЦ, это будет штатно? Это не должно будет нас удивлять? Напомним, после аварии в декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело. Доклад по итогам запросил глава федерального следкома Александр Бастрыкин. Всего за время отопительного сезона выявлено свыше 300 нарушений в работе ресурсных организаций. Директор тепловой компании пояснил, ситуацию осложняет кадровый дефицит. Сейчас укомплектованность персоналом 70%. Но главная проблема – так называемый хронический недоремонт коммуникации. На подготовку к следующему сезону тепловая планирует потратить 220 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Хотя на всю необходимую замену требуется 800 миллионов ежегодно. Взять их негде. Поэтому сейчас на один километр теплосети приходится одно повреждение. Депутаты выразили готовность повлиять на ситуацию доступными способами. Например, обратиться к мэру и губернатору. Льготно перейти с печного на газовое отопление теперь могут участники специальной военной операции и их семьи. Решение принято на соседании облправительства. Субсидия на покупку и монтаж оборудования. В Омской области социальная льгота доступна ветеранам войн, инвалидам боевых действий, их родственникам, многодетным семьям и малоимущим. Всего 34 категории. Теперь в перечне также участники СВО и их близкие, инвалиды первой группы и родители детей-инвалидов. Напомним, программу газификации инициировал президент Владимир Путин. Наш регион считается одним из лидеров по реализации. Однако без проблем не обходится. С какими трудностями встречаются амичи? Об этом и о других социально значимых вопросах мы поговорили с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области Вадимом Кабаненко. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. На содержание недостроенного аэропорта Омск-Федоровка потратят 820 тысяч рублей. Деньги уйдут на ремонт электросети. Подрядчику предстоит отремонтировать и в дальнейшем содержать систему освещения, генераторы, электродвигатели и линии электропередач. Компанию определяют 27 февраля. К обязанностям необходимо приступить 1 апреля. Омские семьи участников специальной военной операции озвучили свои проблемы. 15 февраля в филиале Фонда защитники Отечества прошло выездное заседание Комитета по социальной политике Законодательного собрания Омской области. Депутаты обсудили меры поддержки с теми, кто в них нуждается. Кроме того, членам парламента провели экскурсию по фонду. Рассказали об истории организации и ее целях. Нас, депутатов, ознакомили с деятельностью этого фонда, с теми проблемами, с которыми сталкиваются ребята, которые обращаются за помощью, и члены их семей. Организационную структуру рассказали о той проблематике, которая имеет место быть. Ну и на заседании Комитета мы обсудили те направления и те вопросы, которые мы можем помочь в решении стоящих задач. Я считаю, встреча была предельно полезной и важной для жителей города Омска и Омской области. В Омске на покупку георгиевских лент выделено 800 тысяч рублей. Этих денег хватит на 200 тысяч штук. Заказчик – Омский областной центр патриотического воспитания молодежи. Поставщика лент определят 27 февраля. Напомним, символы Дня Победы раздают бесплатно на улицах города перед 9 мая. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Куар-код на экране.